всем привет сегодня речь пойдет о лиге полимерных аккумуляторов которые я заказал в китае я хочу выяснить реальная реальную емкость аккумулятора вот на данном этапе у меня есть наличие аккумулятор новый полностью я очень проверял не заряжал на 2800 миллиампер часов и второй аккумулятор у меня на 600 миллиампер часов 1s 37 вольт а этот у меня 11 вольт три баночки вот как мы можем видеть и одна баночка 3 7 вольта 600 миллиампер часов для определения емкости я буду использовать копию imax b6 зарядное устройство на котором можно заряжать как литий-полимерный так и металл гибридные на нем можно заряжать как литий-полимерный так никель-металл гибридные никель-кадмиевые свинцовые аккумуляторы а также есть в нем настройки под ваше усмотрение ну не знаю может какие-то появятся еще более новые аккумуляторы с другим напряжением можно будет здесь все выставить но сейчас мы попробуем подключить сразу на зарядку поставим на этот аккумулятор посмотрим что он заряжен он или нет потом попробуем его разрядить полностью и посмотрим какое количество миллиампер часов он вмещает а также зарядим попробуем этот аккумулятор и также в разряде мы посмотрим какое количество миллиампер часов вмещает этот аккумулятор суть данного эксперимента заключается в том стоит ли покупать в китае данные аккумуляторы ссылочку на продавца где я покупал этот аккумулятор я ставлю подвести. Ну и так, сейчас мы подключим сам IMAX. Включаем. По самому зарядному я рассказывать ничего не буду. Просто покажу, как на нем зарядить. Летий полимерный аккумулятор. Итак, выбираем в настройках. У нас вот две кнопочки настройки. Ну, если вам интересно, в сети очень много видео именно по таким зарядным. У меня, напомню, это копия оригинала IMAX B6. Ну, в принципе, она работает неплохо, откалибрована. Я его проверял уже. В принципе, все те же самые функции, только на порядок дешевле. Я его покупал, ну, если точно, сейчас долларов 15, наверное. Ну, ссылочку на него я тоже оставлю под видео, кому интересно. Итак, выбираем литий полимерный аккумулятор. Подключаем его. Самое интересное, конечно, будет узнать, если есть здесь 2000 мАч, написано 2800, то, я думаю, стоит все равно выгоднее будет купить его на Алиэкспресс, нежели покупать его где-то в супермаркетах. Там будет однозначно он в разы дороже. Ну, и так, подключили мы балансировочный провод, подключили мы питание. Смотрим, он у нас 2800 мАч. Можно будет ему ток дать, ну, 3 А. Так, выбираем старт, нажимаем, выбираем ток, выбираем 3 А. Ну, можно 2800 поставить, как аккумулятор. Так, выбираем 3S, это 11,1 В. И нажимаем кнопочку старт, удерживая ее. Так, пошел у нас заряд, 12,6 В. Можно по банкам посмотреть, значит, аккумулятор практически заряженный. Ну, сейчас посмотрим, что в него еще зальет. Снимать я это не буду, как только он зарядит, я вам это покажу. Ну, и так, прошло у нас 5 минут, как видим, залилось 41 мАч. за 5 минут. Ну, полностью заряженный аккумулятор, значит, был. Так, теперь, что мы делаем? Так, здесь ставим стоп, выбираем разряд, ток 1 А, хотя, реально он где-то 0,6 разряжает ампером, одним ампером не разряжает. Так, 1 А, можно поставить только меньше, больше нет, 9 Вольт. Так, все. Так, пошла разрядка. Видим, немножко начало проседать напряжение. Так, должно выключиться при 9 Вольтах на аккумуляторе. Ну, и посмотрим теперь, сколько нам покажет данный аккумулятор своего заряда. теперь мы ждем, включимся теперь, когда аккумулятор полностью сядет. Ну, как видим, здесь у нас ток разряда 0,4 А. Ну, и так, прошло 330 минут, разрядилась у нас 2200 мАч мы уже взяли с этой батареи и напряжение сейчас составляет 11,5 Вольт. она сейчас в данный момент прибор отключился по настройке 2200 мАч сейчас повторно запускаю посмотрим, сколько еще мы можем взять с этой батареи. Ну, уже как мы видим 2200 мАч это уже как бы неплохо. Я вообще рассчитывал, что здесь будет 2000 мАч ну, видим, что уже есть 2200 мАч продолжаем разряжать батарею. Ну, и так, разрядили мы полностью аккумулятор еще дополнительно ушло у нас 42 минуты и, можно сказать, 300 мАч и того у нас 2500 мАч разрядилась до напряжения 8,98 9 Вольт хотя это еще не глубокий разряд я думаю, еще бы 100-200 мАч можно было бы с нее выжать. Ну, значит, получается она у нас 2800, но реальных 2600 она дает. Ну, и так, давайте теперь попробуем зарядить вот эту маленькую батареечку и посмотреть, какая у нее емкость. И тогда мы узнаем, стоит ли покупать аккумуляторы в Китае или нет. Вот так, подключаем ее. С iMax идут множество переходников, с которыми можно комфортно заряжать любые аккумуляторы. Вот так, подсоединили мы. Опять выбираем длитиполимерные. Так, нужно здесь нам установить ток. тут 600 миллиампер, ставим 0,6 ампера и выбираем 1С. Заряд пошел. Ну, как видим, батарея, по идее, уже заряжена. Прозвучал звуковой сигнал о том, что она заряжена. Теперь выбираем разряд. 1 ампер для нее много, наверное. Сделаем 0,2 ампера. Выбираем 1С. Ну, все, пошла батарея разряжаться. Все, включусь, когда батарея разрядится. Ну, и так, закончился у нас разряд. Видим у нас напряжение разряда 3 вольта. 568 миллиампер мы с него взяли, с этого аккумулятора. Ну, по всей вероятности заявленная мощность этого аккумулятора 600 миллиампер реальная. Если мы продолжим его разряжать на глубокий разряд, примерно выйдет 600 миллиампер. Ну, и напоследок хочу сказать, что эти аккумуляторы заказывать в Китае можно. Они вполне соответствуют заявленной мощности и своим характеристикам. Ну, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры Субтитры